С начала года Анапа приняла более 770 тысяч отдыхающих. Об этом на специальном расширенном совещании сообщил заместитель главы города-курорта Эдуард Балмышев. По состоянию на 1 июля 2018 года турпоток на 4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прирост отдыхающих 31 280 человек. Председатель Анапской региональной курортной ассоциации Вера Севрюкова считает, что в ближайшие дни нужно готовиться к серьезному наплыву отдыхающих. Среди предприятий санаторно-курортного комплекса есть те, что уже сегодня заполнены на 100%. И так будет не только июнь, это будет июль, август, в общем, только все еще начинается, все еще только впереди. Так будет сентябрь, так будет октябрь, ноябрь. Тех здравниц, которые позаботились о себе, которые вложили много денег в рекламу, которые посещали выставки, тратили на свои собственные деньги, поездки, выступали с докладами и привлекли сюда людей. В этом сезоне Анапа заявила единый бренд курорта – торговую марку. Юрий Поляков подчеркнул, что все собравшиеся, находясь в разных компаниях, работают фактически на одном предприятии. Уже поступают жалобы на качество услуг, обращение персонала. Каждый такой случай – удар по общему имиджу города-курорта. А то всем нравится ездить за границей, вот как за границей хорошо вылизывают там туриста, да? А у нас еще там приезжают туристы, и все думают, что он им должен душить. И вообще надо как-то принять, а заправить. Там нету паспорта безопасности, там жалобы. Надо постараться очень и взять и закрыть кого-нибудь, правда, дней на 90. Имеется в виду приостановка работы предприятия на три месяца. На контроле в городской администрации пять кафе, где громкая музыка звучит после 11 вечера, что недопустимо. На одной из них поступили 18 жалоб. Глава курорта поручил заняться вопросом вплотную с привлечением контролирующих органов. Я смысла не вижу, может, я что-то недопонимаю. Действительно, на музыку люди идут, я сомневаюсь очень сильно, что при громкой музыке можно сидеть, общаться и разговаривать. По словам Веры Севрюковой, в этом году на пляжах гораздо меньше торговли, аттракционов и, следовательно, больше места. Инспекция по маломерным судам выявила пять точек, где оказывались услуги без соответствующих разрешений. Информацию передали в управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции. Мобильные группы продолжат мониторить ситуацию на пляжах, выявлять места несанкционированной торговли. Юрий Поляков потребовал держать ситуацию под постоянным контролем. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.